Всем привет! В этом видео я вам докажу, что искать правду нужно совершенно с другой стороны. Гоблин был бы рад вашей подписке. Переходим к видео. Гоблин был бы рад вашей подписке. Его площадь сопоставима с площадью Британских островов. Этот вулкан является один из самых больших в Солнечной системе, уступая лишь марсианскому Олимпу, если диаметр кратера тому составляет 625 километров, а гавайского вулкана Мауна-Ла – одного, между прочим, из самых опасных, всего 6,5 километра. Примерно вот так будет выглядеться обычное извержение подводного вулкана. А тут огромный супервулкан. По предварительным данным, из-за извержения вулкана Земля попросту может треснуть. Я надеюсь, вы поняли, что, конечно же, эта теория – полный бред. Ученые Фьюстонского университета раскрыли происхождение массива тому. Оказалось, что он не является считовым вулканом, как считалось ранее, а возник в результате спредингораздвигания литосферных плит в результате нагнетания магмы. Он образовался 145 миллионов лет назад, то сразу и потух в момент своего образования. Ученые подчеркивают, что массив таму больше не может считаться самым крупным щитовым вулканом на Земле. Это звание возвращается к Мау-Нала на Гавайях, поскольку он является вулканической системой. Нет, это не Кликбейт. Это действительно так. Телескоп на Гавайях заметил, как с неба пронеслись зеленые линии. По одной из теорий это ничто не иное, как НЛДА. Вы не ослушались. Ведь этот телескоп не в первый раз замечает неопознанные летающие объекты над Гавайями. Другая же теория гласит, что странные лазерные лучи исходили от китайских приборов. Возникло на фоне обострения отношений между Пикином и США. Но у меня не политический канал. Поэтому вот что это было. На самом деле это не Китай. Там посылают разведчикам и так далее. И даже не ИНЛА. Оказывается, что да, это китайский спутник. Но он отслеживает глобальные уровни углерода. А также загрязнение атмосферы. А также определяет, сколько углекислого газа в атмосфере Земли. Вот и все. И никаких ИНЛА. Эта история произошла в городе Лаху. В курорт Илахини заселилась женщина. Она заселилась по предварительной информации на 17 этаж. Но, как и говорят, заболела во время отпуска и внезапно умерла в отеле. Но спустя время стали происходить странные вещи. Гости заявили, что их раздвижные стеклянные двери открывались и закрывались сами по себе. И что может появиться призрак женщины, наблюдающей за гостями, пока они спят. Теперь он навсегда закрыт. Гоблин тут почитал, оказывается, что стеклянные двери могут открываться сами по себе не только из-за перекоса коробки. Причиной может быть также деформация стоек, перекоса петель. Ну а что если посетители все это себе накрутили под впечатлением того, что у них умерла посетительница. Поэтому может и не быть того, что они видели, якобы призрак женщины. Ну а что если это правда? Вот я вас оставлю с этой мыслью наедине. Вот и все. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Гоблин был бы рад, если вы подписались на мой канал и на мой телеграм-канал. Ссылка в описании ролика. А также в своем телеграме я объясню, куда пропал Гоблин Кор. На этом все. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok